вот он ребята привет из лета представляете 20 ноября привет дорогие зрители с вами сергей канал мое увлечение обещанный всемирный снегопад не состоялся поэтому я рано утром сегодня сел свой автомобильчик и приехал в деревню конечно же основной целью которые поставил на эти выходные это продолжение делать баню но для того чтобы я мог этим заняться мне придется как следует поковыряться вот в этой куче которые находятся позади меня потому что именно отсюда я достаю доски которые остались после разборки моего старого каркасника вытаскиваю из них гвозди ну короче подготавливаю для вторичного использования хочу вам сказать что материал который простоял 50 лет на доме еще в очень даже хорошем состоянии есть еще одна работка это разбор вот этой теплицы но а точнее надо просто снять основание которое как вы видите уже достаточно серьезно пострадала и попортилась мне кажется этой зимы она уже точно не переживет материал который я складировал после строительства своего каркасника становится все меньше и меньше так глядишь этот стеллаж опустеет и станет вообще ненужным строением на моем участке ну до этого ребят пока не скоро я думаю что на зиму мне точно хватит забот с этой бани ну и прежде чем я пойду переодеваться в рабочую одежду хочу поблагодарить каждого из вас кто появляет интерес к моему каналу вдвойне хочу поблагодарить тех кто ставит лайки или делает комментарии ну а я ребята постараюсь продолжить вас радовать интересными видео по крайней мере я все для этого дела ну что ж пойду в дом или одеваться прежде чем продолжу строить пол конечно же сначала надо подготовить материала поэтому вот запас со своими инструментами кстати молоток которыми служил верой и правдой лет десять наверное и почему-то я был уверен что такой молоток неубиваем от пластиковая ручка вдруг какой-то момент он у меня отвалился и совсем сломался я решил себе купить новый и когда я зашел начал искать какие же бывают молотки ребята я удивился насколько молоткостроение ушло вперед поэтому я взял себе вот такой молоточек чуть полегче по весу чем мой предыдущий но зато у него есть и встроенный гвоздодер зато у него есть магнитик я могу делать вот так бум не знаю что мне это даст но наверное это очень удобно когда одна рука заняты там берут полностью металлическая ручка ну короче я доволен своим приобретением посмотрим теперь насколько удобно мне будет им работать необходимость освобождать доски от гвоздей это пожалуй единственный минус использования такого вторичного материала потому что времени на это тратится ну приличное количество но есть и плюс при сегодняшней цене на стройматериалы это фактически дармовые материалы на которые я не трачу ни копейки одно что я могу сказать полную уверенность в ссср ребята гвоздей точно не жалели да друзья смотрю я на эту сильно уменьшившуюся кучу деревьях и думаю а хватит ли мне стройматериалов для тех кто впервые попал на мой канал скажу что здесь я пытаюсь реконструировать баню и сделать достаточно большую пристройку не покупает деревяшек вообще используя то что у меня осталось после разборки от старого каркасника и после стройки вот этого вот дома я еще и провожу сортировку потому что основной каркас стен у меня будет из досок 100 на 50 будет еще перекрестное утепление сделано вот на таких грузках перпендикулярно вертикальным стойкам у меня почти нет сомнений в том что на стеновые конструкции мне хватит досок то хватит ли мне досок на стропильную систему ох ребята не знаю а вы бы стали так делать или лучше бы купили досок что вы думаете по этому поводу пишите в комменты буду ждать когда уже набил руку дело движется конечно же быстрее блин ну грязь вот это ноябрьская просто уже забрала по килограмму на каждом сапоге лучше бы уже легкий морозить но молотком доволен в работе им гораздо удобно я тут чуть было не ошибся неделю назад начал как положено делать 59 сантиметров между лагами как нормальный утеплитель уроку а потом думаю дек я подойду по мере что же меня с утеплителем то а он оказался 49 я ребята вы не помню как он назывался ну вот бывают атаки не представляете я решил что для пола я лучше положу узкие чтобы лаги были поближе друг другу и полы у меня не играли ну а на стену уже посмотрим пообедал самое время бы вздремнуть но нет ребят и того день короткий поэтому надо работать а дремать буду вечером я почти закончил лаги пол в пристройке решил переместиться вот сюда на веранду почему да потому что здесь такая достаточно сложная конструкция лаги их обвязки которые я смонтировал они идут не вплотную к старому срубу а лаги надо кинуть до конца там не вестись на пробью гвоздями здесь я ее тоже пробью косыми гвоздями а чуть позже решу может быть вот здесь вот в этом месте я еще прикручу на саморезы уголок будет вообще конструкция теперь пошел подбирать свои материалы как говорится заниматься селекционным отбором и вторая радостная новость которую я для себя сразу не подметил но сейчас мне сообразил это терраска открытая здесь она не будет теплая вот вот уже вот начиная вот отсюда совершенно спокойно я могу класть лаги через 60 сантиметров а этого будет вполне достаточно чтобы ничего не скрипела не проваливалась и достаточно прочно держалась это тоже позволит мне сэкономить как минимум одну доску вот ребята никакого угольничка не нужно держится мертво так я дальше теперь пойду подровнял сруб потому что здесь я уже всем буду зашивать каркасом ну а сейчас что опять половым вопросом заниматься вот и наступило утро ребята следующего дня и как бы мне не хотелось вон там продолжить строительство бани я все-таки иду в теплицу надо выполнить свой огородный долг но в частности то что я пообещал маме избавить теплицу от старого поликарбоната потому что выглядит и она конечно уже как будто бы побывала в атомной войне если сейчас этого не сделать до весны она точно не доживет и потом придется собирать все вот эти вот ошметки по огороду кто в общем то будет мне кажется еще более трудоемким процессом поэтому я вот сейчас аккуратненько все сделаю сверну и сегодняшую там помойку вывезу ребята сразу прошу прощения за изменившиеся качество звука потому что умерли батарейки в моем удаленном микрофоне представляет а других батареек деревне нет поэтому как ты сегодня придется вот так снимать в ю тубе наверняка очень много видео про то как эти поликарбонатные теплицы собирают а интересно есть ли хоть одно видео как ее разбирают и самое что важно как утилизируют эту дрянь конечно же ее нельзя просто не попало примерно пять лет прослужил этот поликарбонат интересно это много или мало теперь надо придумать как его покомпактнее упаковать и отвезти на помойку а еще ребята мне нужен от вас совет вот что думаете покупать мне поликарбонат сейчас пока осень не сезон и возможно он дешевый или разницы нет что осенью что весной и не морочить себе голову и отлучить и отложить эту покупку до весны тепличка свободно зеленые насаждения предоставлены ветру и снегу торцевые поверхности а пока не стал демонтировать это все сделаю весной во время монтажа банат у меня упаковался в такой аккуратный сверточек так что экология моей родной деревни скорее всего не пострадает тоже у нас то солнышко светит то идет грибной снег как сейчас вот а мне тем временем осталось прибить его одну доску и по сути влаги пол закончено ребят можете вместе поздравить я конечно же еще сегодня продолжу заниматься тем чтобы освобождать доски от гвоздей но стены я уже начну делать следующем видео поэтому кто не успел подписаться подпишитесь для того чтобы не пропустить всю серию да я задумал свою баню ребята то я ее делал с таким расчетом что вот сюда вот ляжет опорная доска 150 и вот сюда вот она пришьет по этой плоскости пойдет каркас стены ну блин я не учел одной вещи вот здесь я планирую баню тоже наращивать она тоже вырастет практически на 50 сантиметров но я же не могу опереть ее просто вот на два вот этих выносных бревнышка вот эта стена самое главное на что это должно опираться я очень долго думал как же мне эти две стены состава эту стенку я однозначно буду здесь делать и 150 доски может быть на что-то еще хватит так что я уверен ребята что я справлюсь хотя волнуюсь дико не хватит значит буду как-то выбираться ситуации значит покупать проиграю вам парень моя гвозди выдергивательная мастерская тоже переносится на новое место потому что как говорил один известный персонаж вы железо не отходя от кассы как-то вот он вот они все гвозди и сейчас сразу пойдет сортировка вот ребята пока вытаскиваю гвозди уже килограмм двадцать левых гвоздей насобирал при нынешней цене на металл и это тоже капитал итогом моего сегодняшнего рабочего дня вот такая вот стопочка замечательный досок теперь я абсолютно точно уверен что досок мне хватит на то чтобы сделать пристройку хватит ли мне на то чтобы поднять баню и на стропильную систему это пока для меня неведомо зверушка есть у меня пару мыслей но и мясо и поделюсь следующим видео 75 на 40 складирована вот она лежит вот такой стопочки и хочу вам сказать что у меня ее достаточно приличное количество ребята вот как раз таки из нее я сделаю стропила буду две доски сшивать но скоро увидите сами следующий выходной мне точно будет чем заняться друзья сейчас хочу обратиться к своей непостоянной аудитории у меня уже достаточно большое количество подписчиков а просмотров почему-то достаточно маленькое количество почему так что что вам не нравится в контенте напишите мне пожалуйста комментарий я хочу меняться хочу становиться лучше и хочу чтобы вы оставались со мной ставили свои лайки комментировали мои видео помогите мне пожалуйста разобраться в этом вопросе буду вам очень признательно ну а те кто не смог увидеть мои предыдущие видео идите по ссылке они здесь на этом мне остается с вами прощаться пока ребята поеду домой